Конечно, не так, как хотелось бы. Вопрос движется. На сегодняшний момент, что касаемо электроснабжения, представители морозка здесь более детально скажут, в принципе, вопрос в них решен. Планируют они работать начать уже практически, так скажем, в ближайшее время. Что касается вопросов, то, что мы со своей стороны готовили проект по комплексной застройке, значит, проект у нас готов, в принципе, значит, сейчас проектно-сметная документация находится на экспертизе, то есть рассматривают смету. Ну и как только мы ее получим, сегодня у меня представитель туда поехал, значит, как только мы ее получим, у нас появится возможность попытаться войти в программы федеральные. В первую очередь, это, конечно, по газоснабжению хотелось. По водоснабжению у нас система там, сети уложены, так скажем, без подключения. Все вы знаете, у нас проходит водовод атомной станции, то есть, как бы, к которому подключена Натальяна, старая Натальяна. Ну, в принципе, как бы такая вот ситуация. Ну, по дорогам тоже самое, проект, проектные работы мы провели, проект есть, тоже сейчас проходит экспертизу смены. Вы говорите, что, допустим, в воде в коммуникации проложено, у нас одна из собственников, она писала письмо, на который пришел ответ, что данные сети, которые есть старые, они рассчитаны на наше подключение, на подключение этих всех участков. И что нужно, как бы, делать новое подключение город, конкретно на наши участки. А, как бы, сейчас вы говорите, что, как бы, будет через старое подключение. Я не сказал проект. Вот. Вот, если кто-то это услышал, как бы, я не говорил об этом. Я сказал, что сети по новым участкам проложены, а то, что подключение будет через старое, через это, я об этом даже не сказал. На сегодняшний момент, значит, ситуация сложится следующим образом. То, что в сети проложены, это факт. Значит, то, что касается, вот, обозначение, обозначается проблема, мы ее сами просто для себя просматриваем, то есть, как бы, да, есть опасения. Поскольку на этом подводе сидит атомная станция, у которой, ну, так сказать, технологические процессы, там, достаточно серьезные, и если воды не будет хватать, она, естественно, нас ограничена. Поэтому есть эти опасения. Мы, со своей стороны, как бы, в бюджет Натальинского муниципального образования заложили, так скажем, сумму определенную, ну, во-первых, проходили несколько совещаний у нас на уровне района о разработке проекта водоснабжения села Наталина и села Подсосинки в смысле подключения к водопроводной сети города Балакова и строительству нового водовода. Встречались на уровне района, прибыли представители атомной станции, так скажем, то есть, вот этот процесс, как бы, прорабатываться начали. Мы заложили в бюджет Натальинского муниципального образования миллион рублей на разработку проекта, обратились в район по софинансированию этого, так скажем, проекта. Потому что, в целом, проект достаточно, так скажем, денежно-затратный, то есть, это порядка нескольких миллионов. Вот, поэтому пока вот прорабатываем этот вопрос.